И тихо лежат у огня, я лакомлюсь дробью солёной, Которой стреляет в меня. Нечищены сирые перья, линяет моя голова. Я сяду сегодня под пенью, где в поле присела трава. Я сразу увижу посёлок, где люди приятно шумят, Целуя друг друга с просонок и трогая мягких котят, Была им любовь неизбежна, они же всему поперёк. Её переделали в нежность, вот именно что под шумок. Я вместо ленивой кохладки им высяжу восемь цыплят, И ставя на крылья заплатки, заплачу два раза подряд. Королю я вымою в имя, и тайне её молока придумаю имя, А имя придумает мне облака. Куда я взлететь попытаюсь, теперь уже точно взлечу. Смотрите, как я улываюсь, особенно если хочу. Я вспомнил, что женщина Анна, что ей где-то здесь хорошо. Я ангел, я всё-таки ангел, а значит за Анной пришёл. Сейчас, передёрнув плечами, возьмусь за работу свою, Которой меня обучали какие-то злые дни в раю. Это страх, одиночество, нет. Это песенка нежности, о, нам бежать по своей тишине, Окончание августа, то, и душа не нужна мне, Она по природе своей велика. Я же просто стою у огна, и узка моя жизнь, и легка. Не вокруг, а поодаль меня, тёмных лип, накладная листва. В неразборчивом воздухе дня, сладковато читают с листа. Ни дождя без убийства галчат, ни травинки без горьких жуков. А в подвышках у воздуха спят щекотливые шумы сверчков. Безучастное чудо катят, копошится в помойке двора. Некрасивые птицы летят, целый день, начиная с утра. Искладируют грозы июль на неровный затылок пруда. До аллеи прохладный патруль сам себя конвоирует. Да, серебро наимене медь, но становится оной, Когда население ложится темнеть на песок у того же пруда. Слышу круглый глоток молока, и не видя, кто сделал глоток, Я замру, не узнаю пока, это девушка или щенок. Желебил я тебя от того, кто ни разу не знал, почему. И отдал я тебе нелегко, но теперь не припомню, кому. Потому что наладом дышать станет осень, а больше никто. Я увижу, как ты хороша со спиной в этом черном пальто. Ляжет тень на лицо, и с лица я спаду, а она не спадет. Я по имени крикну отца, а услышу, как отчим идет. В луже голубь сиреневый спит, неестественно, лапку загнув. Вот и сердце уже не болит. Отпустила, наверное, уф. И скорее всего, что сейчас ты беременна. Круглый живот, девятнадцатый, видимо, раз. Твой возлюбленный слушает. От допускает толчка посильней. У него шевельнется чуть-чуть не улыбка, а кожа на ней, прежде чем он успеет уснуть. На смерть бомжа. Скончался бомж, точнее сдох бомжаром, в коллекторной, обняв одну из труб. И полусфера стравленного пара окутала почти тряпичный труп. Освободившись от цепей природы, он вместе с ними пал на профнастил. И запах человеческой свободы стоял вокруг и был невыносим. Ну что, мудак, куда скажи на милость, как таковой ты взял и был таков? По что душа твоя не отделилась, так и оставшись выдумкой попов. Математически ты стал недоказуем, молекулярно перейдя в бульон, где тот, кого не поминают в суе и сам себе не шибко убежден в форсунке. Математически ты стал недоказуем, молекулярно перейдя в бульон, где тот, кого не поминают в суе и сам себе не шибко убежден в форсунке, фланцы, рыжие подтеки, да клочья стекловаты на полу, где ты без философской подоплеки лежишь неинтересной никому. Лишь мухи, эти ангелы-уроды, лакают в лаву твоего лица, реализуя через пень колоду не замысел, а умысел творца. Спи, полумразь, спи в сторону от боли, спи прямо в рай, куда тебе нельзя, спи против всех, заснувши против боли, мужчину, обросший дитя.